Здарова, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. Слушайте, часто спрашивают, Вань, а куда ездят отдыхать канадцы? Ну, типа, вот, не знаю, из России ездят в Турцию, ездят в Египет, ездят еще куда-то. Вот, а куда ездят из Канады? И, короче, у меня товарищ, который является уже гражданином Канады, расскажет вам, куда же ездят канадцы в отпуск. Покажет, какие места есть, о чем это все дело. И, в принципе, недавно сам ездил в отпуск, поэтому тоже об этом расскажет. А я дальше пока буду отдыхать в Мексике. Не забываем, у него есть собственный канал, он мой хороший товарищ, он мне помогал пару-тройку раз, он вообще красавчик, надо на него подписаться. Я прощаюсь, до скорого! Друзья, всем привет, Иван, привет! Зрители, подписчики канала «Понаехали in Canada», это Саша from Russia, сегодня снова с вами из солнечного города Хамилтон. Я сегодня с вами поделюсь информацией о том, какие страны предпочитают посещать канадцы во время своего отдыха. Лайк, подписка, колокольчик, мы начинаем. Итак, друзья, для сегодняшнего видео я воспользуюсь ресурсом Flight Center. Ссылочку, наверное, Иван оставит в описании, можете зайти и посмотреть. Итак, место номер один, Вань, еще раз привет, это у нас Мексика, Мексика и Канкун. Место номер два, под вторым номером у нас идет, как вы думаете, что? Куба, Доминикана? Нет, друзья, вы ошибаетесь, это Франция. Франция, Европа, совершенно верно. Спросите вы, почему Франция? Ребят, дело в том, что в Канаде провинция Квебек, она является франкоговорящей. И в провинции Квебек проживает, ну, можно сказать, 1 четвертое население самой Канады. То есть сама Канада около 40 миллионов человек и в районе 9 миллионов проживает в провинции Квебек. Так что жители этой провинции, они предпочитают летать во Францию. Далее, номер три, под номером три у нас Доминиканская республика, да, ребят, Доминикана. Сам из Канады летал в Доминикану два раза. Опять же, очень удобно, полет примерно 3,5-4 часа, достаточно комфортно. По цене я вам чуть попозже расскажу, сколько это стоит. Далее, ребят, на четвертом месте Коста-Рика. На пятом месте у нас Соединенные Штаты Америки. Шестое место занимает Ямайка. На седьмом месте это Италия. Восьмое место люди предпочитают Багамы. Девятое это Сент-Люсия. Десятое это Ирландия. Да, в Канаде, кстати говоря, проживает очень много людей из Ирландии. Кстати говоря, вот иногда меня спрашивают, ребята, а какой акцент самый сложный для меня? Австралийский и ирландский акцент самые сложные вообще, особенно ирландские. Они говорят очень быстро и их очень сложно понять даже после там, блин, 5-10 лет в Канаде, да, акцент принимается очень тяжело. Итак, на одиннадцатом месте у нас Барбуда, на двенадцатом у нас Греция, да, и тринадцатое место у нас занимает Барбадос. Так что, если люди путешествуют за территорией Канады, то люди предпочитают эти страны. Ну, не значит, что не летают куда-то еще, естественно, летают, но предпочтение относится вот этим 13 странам. Да, кстати говоря, вот все, что с правой стороны, это озеро Антарио, одно из пяти великих озер в Канаде. Итак, друзья, помимо тех мест, которые я вам перечислил, канадцы предпочитают отдых, очень много отдыха активно предпочитают на территории непосредственно самой Канады. Как это происходит? Опять же, там, где я живу, город Хамилтон, город Торонто недалеко, люди садятся на машину и доезжают до Монреаля, доезжают до Квебек-Сити. Да, то есть до Монреаля ехать примерно 5,5-6 часов, до Квебека порядка 9 часов езды. Это можно доехать за один день либо туда, либо туда и проводить там прекрасный отдых. Также летом люди очень много делают кемпинга. Я, честно говоря, в том году, в 2021, летом первый раз поехал на кемпинг, мы купили палатку, все оборудование и первый раз в жизни были на канадском кемпинге. Ну, что сказать, все на высоком уровне и, как вам объяснить проще, для меня было большое удивление, когда посреди леса стоит прачечная. Да, ребят, вы не ошиблись и не ослышались прачечная. Я вам сейчас покажу, мы вернемся немножечко в 2021 год, в июль месяц и покажу, как это все было. Силач. Силач. Не дать мне. Слышания, кстати, не такие тяжелые. Ну, я тебе скажу, и нелегкие, так что. Буквально в 20 секундах от нашего дома у нас душевые кабины. Тут их раз, два, три, четыре. Ну, что, что же тут? Вот, пожалуйста. Душевая. Даже пахнет. Ну, это специальная для... Для инвалидов, да? Окей, а давай посмотрим обычную душевую. Ну, вот обычная душевая, ничуть не хуже. Супер вообще. Вообще супер. Там вот такая красота, гора и озеро туда уходят. В общем, ребята тут подготовились, тут шатер такой натянули. Очень много, как называется, автодомов, вот этих вот домов на колесах. Для домов на колесах они электрифицированы. Все вроде как однотипное, но у всех все разное. То есть у кого-то Орвиг, у кого-то прицеп, у кого-то еще что-то. Ну, вот как вы видели сейчас на видео, да, то есть люди заряженные приезжают сюда на 2-3 недели, на месяц даже некоторые, наверное, тусуются. Ну, а почему не тусоваться здесь, например, смотрите, есть ландри. Это, ну, прачная. Стирка прачная. Ну, пожалуйста. Зайти постираться можно. Кемпсайт, опять же, оборудован, вот как вы видели, да, по всем полным стандартам. Ну, есть все. Плюс ночью. Ночью ездит охрана, контролирует вообще всю территорию вот этого кемпа. Каждые там 15-20 минут машина ездит. Плюс, если вдруг дикое животное, отгоняют диких животных. Так что безопасность там на очень хорошем уровне. Да, что касается цен, друзья. Опять же, цены, давайте вот, например, на Доминикану. Мы летали в Доминикану вдвоем, я и моя супруга, в ноябре, в середине ноября 2021 года. Обошлась нам путевка в пятизвездочный отель Рио Бамбу 2700 долларов. Это полная страховка там была у нас. В общем, мы взяли полный пакет 2700 долларов на одну неделю. Многим может показаться эта сумма достаточно высокой, да. Но опять же, не забываем про зарплаты в Канаде. Средняя зарплата в Канаде на одного человека. Это 50 тысяч канадских долларов в год до вычетов налогов. Примерно 40 тысяч чистыми вы будете получать, если у вас есть образование должное, если у вас есть профессия. Да, если вы работаете там вдвоем, зарабатывая 90-100 тысяч долларов в год, то потратить 3000 долларов на ваш отдых в год, я не думаю, что это большая проблема. Итак, друзья, я на самом деле очень удивляюсь порой канадцам. В 2016 году я работал на предприятии, и там был сотрудник, который мне давал тренинги, он уходил на ретариум, ему было чуть более 60 лет, он меня тренил. И он у меня спрашивал, а где Россия, покажи на карте Россию. То есть он не знал, где Россия находится на карте и вообще, что в мире происходит. На вопрос, ты же канадец? Он говорит, да, я в Канаде родился. Я говорю, у тебя же есть канадский паспорт? Да, есть канадский паспорт. Говорю, ты где-то путешествовал? Он говорит, я только в США был в Неваде. За всю жизнь один раз. Я ему говорю, а почему? Ты же можешь ездить туда-сюда без проблем. Он говорит, а мне не надо, я в Торонто не был 17 лет. Я ему спросил, что? Я говорю, ты живешь в Джорджтаун, город, это примерно 60 километров от Торонто. Он говорит, у меня нет надобности, я живу на ферме, мне все хорошо. Буквально недавно тоже моя супруга приходит с работы. Мы ездили в Калгари. И она делилась со своими сотрудниками, то, что она едет в Калгари, как она очень рада, что она едет. Типа, I'm very excited. Туда-сюда. И одна из сотрудниц спросила, а Калгари это где? Канадоска, канадка, которая здесь жила всю жизнь. Она даже не знает, где Калгари. Но это как бы, ну, блин, ребят, что-то у меня в голове не укладывается. Также я вам расскажу одну историю, печальную историю с хорошим концом. Итак, когда я учился в колледже, у нас был преподаватель, которая нам рассказывала, как она не может попасть в Америку. На вопрос, почему вы не можете попасть в Америку, вы канадка, вы в Канаде родились. Он говорит, да. Случилось в том, что мы в деревне, в общем, жили в деревне, и в 14 лет они из магазина своровали пачку молока с ребятами. Их поймала полиция, их поставили, в общем, на учет, им дали criminal offense, criminal charge. И вот этот criminal charge с 14 лет, он стоит на файле, ее в Америку просто не пускают с канадским паспортом. Какой счастливый конец этой истории, она обратилась к адвокату здесь, в Канаде, в Торонто. И за 5000 долларов он решил вопрос, в общем, удалили из файла вот эти все данные, то, что она была, за сроком истечения годности. Потому что, в общем, по какой-то причине это висело все на файле, и когда она пыталась пересечь границу, первый раз, вот, и ей, естественно, развернули, отказали. Ну, в общем, недавно, совершенно недавно, ей все-таки удалось попасть в Америку, вот, и, в общем, человек очень счастлив. И в свои, там, 45-50 первый раз увидела Америку, но пришлось ей, видите, как нелегко. Да, так что, ребят, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самые последние новости о эмиграции в Канаду. Ну, и также не пропускать новости, что происходит у нас в Канаде. Так что, всем хорошего настроения. Пока.